Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Продажа дисконт техники. Огромный ассортимент. Низкие цены. Гарантия. Сеть городских ломбардов Титан. Телефон 450707. В Кирово-Чапецке вынесли приговор 61-летнему жителю села Полом Николаю Шихмину. Мужчина убил друга своей дочери. По словам обвиняемого, 43-летний потерпевший Алексей Иваниченко стал избивать и даже душить женщину. Увидев это, отец решил заступиться и взял в руки разделочную доску. Вот так. И вторая нога тоже на кровати. Тоже на кровати. По рассказу обвиняемого, потерпевший Алексей напал на его дочь. Бил ее и пытался задушить. Такие избиения происходили часто. Но на этот раз отец не выдержал и решил вмешаться в конфликт. Показывайте, как вы били. Так, потом так. А сила какая была? Конечно, я сила сильно колтил. Да, конечно. Мне надо было отрубить его. Разделочной доской он оглушил Алексея. Тот явно не ожидал такого. Затем Николай стащил с кровати потерпевшего и начал его душить. Как долго воздействие вот так оказывал? За секунд, 4, наверное. Ну, 5, может быть, не больше. Как быстро он откручился? Быстро. Сразу? Почти. Известно, что до этого конфликта Николай и Алексей выпивали. Затем они поссорились, после чего потерпевший решил избить дочь Николая. В каком состоянии находились в плане вот алкогольного? Трезвый он был? Вы трезвый были? Он пьяный был. Сильно? Так, без заряда. В последствии на машине он вывез тело потерпевшего к автодороге, село Полу, на деревне Исаковце, Кирово-Чапецкого района и оставил там. Вывести тело на обочину Ашихмину помог его товарищ Колобов. Именно он приехал на машине и помог вывести труп. Его также привлекли к уголовной ответственности за сокрытие убийства. Помогла тащить тело потерпевшего и дочь обвиняемого. Но по делу она проходит как свидетель. Однако она не подлежит уголовной ответственности, поскольку является близким родственником осужденного Ашихмин. Она является его дочерью. В соответствии с примечанием статьи 316 Уголовного кодекса Российской Федерации, она не подпадает под понятие субъект инкриминируемого преступления. Давили ему пальцами на шею. Что вы преследовали? Какую цель? Что хотели? Конкретно? Да убить. Убить хотели. Почему хотели убить? Надоел уже за свою жизнь. Чем надоел? Дочку постоянно бил. В итоге суд приговорил Ашихмина к 9,5 годам колонии строгого режима. Также ему придется выплатить матери потерпевшего 1 миллион рублей. Колобову за сокрытие убийства назначили штраф 60 тысяч рублей. И конфисковали автомобиль, на котором он перевозил труп. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия.